здравствуйте дорогие друзья я понимаю что может быть сейчас все это не ко времени все мы переживаем и находимся в довольно напряженном состоянии но об этом я тоже хочу сказать потому что мне жалко некоторых людей которые по своей ну или неграмотности или непонимание того чем все это грозит я имею ввиду нарушение правил рыболовства не буду сейчас я рассказывать о правилах рыболовства повторяться я уже тысячу раз об этом говорил везде они разные каждый правило рыболовства по своему району должен соблюдать хочу напомнить что 3 ноября 18 года за номером 1321 правительством российской федерации утверждены такси для исчисления размера ущерба причиненного водным биологическим ресурсом вот каким образом это такси могут применяться они могут применяться как дополнение к протоколу нарушение правил рыболовства и я сейчас на двух примерах взятых из жизни хочу показать во что это может вылиться но это может вылиться может не вылиться где-то эти таксы насчитывают где-то не насчитывают но факт то что такая система есть вот давайте разберем пример номер один рыболов иван иванович дата рыбалки 25 декабря конкретно пошел ловить налима поймал 12 штук небольших весом 6 килограмм размер здесь не важен он нарушил правила рыболовства потому что с 15 декабря по 15 января нерестовый запрет на ловлю налима но есть у нас такие люди и вот в частности это взято как я уже говорил из практики он может быть за это подвержен штрафу от двух до пяти тысяч рублей но так как в это время сурово контролирует это дело то скорее всего тысяч пять ему начислят и за каждого пойманного налима могут насчитать вот такса за одну штуку 500 рублей по этому постановлению но в примечании к этим таксом есть вот такая вещь при исчислении ущерба причиненного водным биологическим ресурсом в запрещенные для осуществления рыболовства периоды или в запрещенных для рыболовства районах дополнительно к таксам предусмотренным настоящим документом учитывается сто процентов таксы за экземпляр килограмм соответствующего вида подвида то есть если вы поймали рыбу в период нерестового запрета или в запрещенном месте в запретке то это такса увеличивается вдвое вот эта стоимость одного налима пойманного иван ивановичем уже не 500 рублей а 1000 рублей ну и подведем итоги заплатит он штраф 5000 рублей и по такси ему насчитают за 12 налимов 12 тысяч рублей и того за рыбалку 17 тысяч рублей плюс конфискация средств ловли ну опять же я говорю что это может применяться не применяться но это вот случай из практики были даже более серьезные случаи одного товарища где-то ему 40 тысяч лишним насчитали за особо злостные дело может передаваться и в суд может наступить уголовная ответственность но хочу напомнить что вот это постановление 1321 она была направлена на то чтобы определить стоимость одного незаконно пойманного экземпляра независимо от размера значит вот я сейчас вам показываю выписку из этой таксы для понимания вот стоимость одного незаконно выловленного судака составляет три тысячи триста пять рублей это обычно если вы его поймали в тех условиях которые оговорены в примечании то это увеличивается вдвое то есть стоимость одного судака будет 6610 рублей продолжение этого постановления здесь я выделил ту рыбу о которой я буду говорить то есть вот налим я уже сказал 500 рублей ван ванч поймал на 17 тысяч а берем второй простой вариант пошел человек на рыбалку сергей сергеевич дата рыбалки 25 февраля попал на рыбу поймал килограмм окуней 3 килограмма платвы и килограмм леща килограмм головля килограмм езей всего он поймал 7 килограмм радостный довольный к нему подходит инспектор с сопровождающими лицами взвешивают 7 килограмм разрешено разрешенный улов в течение дня 5 килограмм то есть уже есть нарушение правил рыболовства начинают просматривать рыбу которую он поймал и смотрят лещ ну подлещик поймал он 5 штук 17 сантиметров а норма 25 поймал головчиков 10 штучек ну таких на стайку на нарвался и по 15 сантиметров но такие съедобные головчики а у него норма 20 сантиметров ну то же самое к за касается езя поймал 8 подъясков по 20 сантиметров а норма 25 то есть вторым нарушением правил рыболовства является поимка рыбы не соответствующего размера это тоже чревато ну он ловил не не в запретке нигде то есть никаких здесь повышающих коэффициентов нет так вот недомерки леща или подлещики как меньше 25 сантиметров это 500 рублей голова 250 рублей яс 500 рублей ну и считаем за два нарушения ему выпишут штраф в 5000 рублей ну здесь вопрос может быть и отдельный то есть там от 2 до 5000 рублей но пусть считаем так 5000 рублей и за пойманных недомерок за леща две с половиной тысячи заголовчиков две с половиной тысячи и за подъясков 4 тысячи все все суммируем получается 14 тысяч рублей допускается конфискация средств ловли то есть могут отобрать и ящик и все что угодно и потом вы набегаетесь ну здесь может быть и меньше могут на 2000 штрафовать и приплюсовать все это дело но как говорится это тоже деньги вот собственно все что я хотел сказать в своем ролике ну если вы мне зададите вопрос наверняка кто-то задаст что я такой законопослушный но не всегда это ролик снят чисто информативно для того чтобы вы могли понимать во что может вылиться ваше или незнание закона или нарушение его правил или преднамеренное браконьерство ну собственно все что я хотел сказать ребята еще раз извиняюсь что может быть это и не ко времени и не известно чем все это дело кончится но канал пока существует подписывайтесь ставьте свои мнения вот этой теме нажимайте на колокольчик чтобы получать свежие мои ролики пишите естественно комментарии за все вам буду благодарен а пока на этом я закончу до свидания поддерживая а а а а а а а Продолжение следует...